Новая школа музыкантов уже вовсю наступает на пятки эстрадным артистам. Игнорировать их невозможно. Лидерство в чартах iTunes и миллионы просмотров клипов говорят за себя. Один из ярких представителей Ньюс Кула Дархан Джуз. Более подробно о нем расскажет Кайрат Орынов. Поколение Y познакомилось с творчеством Дархана Джуза отчасти благодаря совместным фитам с шоу Ирины Кайратовны. Поклонники представителя новой школы – молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Дархан признается, предложения расширить аудиторию поступали от представителей эстрады. От Айклена, от его менеджера Асанали общались. Дархан, ты же рэпер, напиши нам, мы будем на припеве петь, а ты будешь на куплете. В итоге коллаб не получился. Да, это же толчок какой-то, трамплин для того, чтобы более известным стать. Но не сходится, у нас нет общих тем вообще. Фейковое, как будто все получится, и это все творчество испортит. Даже если новые зрители, фолловеры найдутся, то это от них, это их аудитория. В начале творческого пути Дархан играл на гитаре и пел песни на Арбате. Но не ради заработка, а опять-таки для души. По идее на Арбате то, что я играл, это 7 лет назад было. Где-то десятка, пятер соберусь. В прошлом году последний раз играл, по идее, там никто что-то не закинул. Сейчас у парня гастроли расписаны на год вперед. Все города Казахстана с большой охотой приглашают артиста на выступление. Весной Дархан планирует выпустить первый альбом, а осенью дать сольный концерт. По факту, есть такие люди, на которых творчество повлияло. И сейчас слушают казахские песни. Татарстан, Якуты, они... Ну и русскоязычные, да, часто бывают. Сейчас парень работает без продюсера, а в продвижении ему помогает команда. Так что, господа продюсеры, налетайте! Субтитры создавал DimaTorzok